Вот уже, наверное, три видео мне попались на глаза, в которых говорят, что, мол, удалите эту папку, и ваш телефон освободит много памяти. Удалите эту папку, и ваш телефон станет быстрее. Удалите эту папку, и чуть ли не камера будет лучше снимать. Есть, конечно, интересные вещи вот в этих видео, например. Это экскизы, стандартное приложение, галереи, помогает быстрее подгружать картинки. Вот такая вот вещь. Это просто, знаете, какой-то файловик, который не заканчивается. Вот такие вот гениальные высказывания. На минуточку. Той весной. Это фотка сделана той весной. И все сейчас удивляться. Давайте разберемся, нужно ли вообще удалять эту папку, и, собственно, зачем вообще ее удалять. А речь идет у нас о папке Subnails. Единственный толковый совет, который дают в этих видео, на мой взгляд, нужно установить Total Commander. Найти эту программу элементарно. Нажимаете Play Market. Вводите слово Total. В принципе, на любом языке. Попадаете в саму программу. Программа неплохая. Лет 20 назад была отличная. Кто помнит ее на компьютере, два синих окна, лево-право. Перемещаете файлы. Почему-то именно в ней показывают, как удалять папку Subnails. Зачем ее удалять, давайте разбираться. Эту папку элементарно найти. Нажимаем фото. Нажимаем. Ну, в общем-то, дальше уже даже идти не надо. Вот эта папка Subnails. В ней довольно много файлов. Ну, на самом деле, это миниатюры тех картинок, которые вы когда-либо открывали на своем телефоне. Я вот никогда не чистил, не удалял эту папку. И давайте посмотрим, какой же размер у нее. Всего лишь 161 мегабайт. Несмотря на то, что находится 3500 файлов, занимает она всего лишь 161 мегабайт. Да, мы ее можем, в общем-то, безболезненно удалить. Но, во-первых, нам никакой роли не сыграет 160 мегабайт. Во-вторых, при открытии заново файлов картинок, будут опять на них созданы миниатюры. Папка опять разрастется приблизительно до тех же размеров. Единственное полезное, что можете в этой папке удалить, это вот два вот этих файла. Больших, это уже как бы архивные файлы, которые, в общем-то, можно удалить, если вам лишние 90 мегабайт нужны. Честно говоря, я бы данную папку, в общем-то, не трогал. Пусть себе эти файлики лежат. Если у вас телефон Xiaomi, то у него есть отличная программа для очистки таких вещей. Называется он «Глубокая очистка». Вы можете посмотреть, какие файлы занимают, кроме программ, много места. Вот, кстати, Viber у нас 1.7 гигабайт, а Telegram, он занимает немного места, но я вам расскажу, почему это так. И галерея. В нее можем зайти. А вот здесь, ребята, есть не только реальные файлы, но и те файлы, которые действительно можно удалить и освободить место. Это файлы, в конце у которых написано «блоб». Вот это вот временные файлы, которые имеют реально большой размер. И micro-subnails-блоб имеет размер 1 гигабайт. Это вот как раз те миниатюры, которые, собственно, нужно удалять. Не просто subnails-папку, где созданы миниатюры на текущие файлы, которые у вас находятся. А именно вот эту вот папочку «блоб». То же самое можете удалить «photo-блоб», «subnails-блоб». Это временные файлы. Они относятся к операционке Mio. То есть, они никак Android не трогают. Поэтому их смело можно удалять. Вот на этом, в общем-то, можно сэкономить место. Все это точно так можно найти через тот же Commander. Можно даже не выходить в корневой каталог. Просто нажимаете «поиск». Указываете размер, ну, хотя бы больше 100 мегабайт. Поиск идет по всему вашему телефону. Сейчас он немножечко поищет. И покажет те же файлы, которые нам показывает операционка Mio. В основном это вот кэш, gallery, cloud, кэш. Вот. И subnails. Здесь лежит один, второй. Кэш фото. Вот эти файлы вы можете удалить. И пару гигабайт это вообще легко освободить. И вот с этим вот проблем вообще никаких. А просто папку, которая находится у нас в DeadSim, вы, пожалуйста, не трогайте. Потому что толку с этого абсолютно никакого не будет. Вот эту вот папку subnails не трогаем. Больше 100 мегабайт находим. Если в файле в конце написано blob, смело удаляйте. Если, конечно, вам на данный момент нужно свободное пространство. Есть еще такие, скажем так, пожиратели, мессенджеры. Заходим в файлы данных. Смотрим. В Viber у нас файлы данных занимают аж 1.72 гигабайта. Это как раз закэшированы все видео и фото, и музыка, которые вы хотя бы раз просматривали в Viber. Можно, в общем-то, смело удалить. Единственное, сразу предупреждаю. Если этот файл у вас нигде не сохранен, и человек, который вам отправил, скажем, удалил у себя, ну, вот, к сожалению, вы его уже просмотреть не сможете. Либо же, по истечении двух месяцев, они также удаляются, эти файлы. Поэтому, смотрите, если вам файлы нужны, которые в каких-то чатах, в сообщениях у вас в Viber, тогда не трогайте. Если не нужны, то есть ничего важного нет, а занимает много, смело рубите, все отлично будет работать. С Telegram, кстати, дело обстоит намного проще. Здесь, вот у меня сейчас всего лишь 845 МБ занимает это все дело. На самом деле, было 2,5 ГБ. Я раз в два месяца чищу, то ли я много в Telegram всего просматриваю, но кэш забивается жутко. 2 ГБ данных в Telegram вы смело можете удалять. В Telegram они хранятся удаленно. Я проверял, ничего не пропадает. Все отлично сохраняется. Мы можем перейти в эти файлы. Ну, например, вот те, которые занимают 372 МБ. Это просто MP3, которые я даже не все слушал, а вот просто их пролистывал, и они успели загрузиться. То есть, там Play нажал, выключил, это все сразу загружается, и хранится у вас, пока вы его не удалите. Более мелкая папка. MP4 хранятся. Третья будет с фото. У меня вот они забивались, я даже не знаю, видео и фото до 2 ГБ доходили. Какой вывод можно сделать? Папку, которая находится в DeadSim, Subnails, не трогаем. А вот, например, кэш Telegram удаляем смело. В Viber смотрим, если вам какие-то файлы нужны. Мы задумываемся, удаляем, то есть, заходим внутрь, удаляем по чуть-чуть. Если файлы закэшированы, не нужны с Viber, смело все срубаем. На работу программы это абсолютно никак не влияет. Также не забываем про файлы, которые больше 100 МБ. Файлы с расширением Blob. Файлы Blob, вот они практически все похожи. Они заканчиваются Blob.1, Blob.0. Размеры у них, как вы видите, могут быть совершенно разные. Но гигабайты, полтора, легко встречаются. Их можете очищать, очистив кэш того же Telegram'а и удалив Blob'ы, то 4 ГБ вы легко освободите, если они вам, конечно, сейчас нужны. Можете даже кэш Viber'а немножечко почистить. 4-5 ГБ вы реально освободите. Папку Subnails не трогайте. Она вам не мешает. Она больше 200-250 МБ в принципе вырасти не может. Проверял на Samsung'ах, проверял на Huawei'ах, на Xiaomi. В общем-то не вырастает она больше. Кому советы по очистке вашего телефона пригодились, не забываем.